Спасибо за победу, поздравления. Что касается матча, в принципе, знали, уже как бы недавно играли с соперником, знали сильные и слабые стороны, какие будут у энергетика. В первом тайме получилось, что играли против ветра, чуть больше, наверное, опасности было возле наших ворот. А мы практически, кроме, наверное, удара концевого, не создавали моменты. Ну, и зная стиль энергетика, что будут прессинговать, будут нагнетать, уже видно было, что к концу, наверное, первого тайма, ну, немножко уже у нас, на минуте, наверное, 30-й начали получаться какие-то комбинации, которые мы просили у ребят, по крайней мере, мы уже контролировали мяч. До этого нам было потяжелее, наверное. Ну, в перерыве с ребятами переговорили, что надо, будем играть теперь, опять же, по ветру, нужны дальние удары. В принципе, начало второго тайма, это я подтвердила, была хорошая комбинация с разворотом и в обратной передаче, где забили с дальнего удара. Ну, и потом сыграла очень хорошая связка, быстрая контратаку, которую организовал концевое вместе с Зораном. Ну, и в концовке Ваня поставил три. Единственное, что уже энергетик, я понял, что терять нечего было, уже выпустили третьего нападающего, начали играть, в принципе, такой футбол, прямо туда доставлять мячи в штрафную. И получили ненужный штрафной, с которым энергетик, к сожалению, нам забил этот Зоран. Наверное, если так, коротко. Спасибо. Закончили чемпионат на мажорной ноте, двумя победами, тем не менее, останутся без медалей. Оцените сезон вообще-то. Ну, сезон еще не закончился, у нас еще кубковая игра, то есть будем продолжать. Если чемпионат, то да, чемпионат уже кратко. Кратко, если кратко сказать, то, наверное, не выполнили тех задач, которых перед нами ставили, если кратко. Все касается этих деталей, это надо посидеть, посмотреть, почему не получилось, из-за чего, какие-то моменты. Это уже, наверное, анализ будет чуть попозже, более такой конкретный. Спасибо. По игре, может быть, какие-то вопросы? По игре, может быть, какие-то вопросы?